Продолжаются испытания очного этапа городского педагогического конкурса. Победители будут определены в четырех номинациях. Учитель, воспитатель, педагог дополнительного образования и педагогический дебют. Накануне участники провели открытые занятия, на которых присутствовали члены жюри. А сегодня настало время для публичных выступлений и мастер-классов, которые проводились на базе восьмой школы. Подробнее расскажет Альмира Новоселова. Почему ребенок стал хуже учиться или вовсе не желает ходить в школу? Это наиболее частые проблемы, в которых Наталья Исламова помогает разобраться ученикам и их родителям. Педагогам-психологам в третьей школе она работает второй год. Но сегодня в качестве участника в номинации «Педагогический дебют» в публичном выступлении в рамках конкурса она решила обсудить с коллегами другую тему – педагог как пример для ученика. Педагог – это авторитет для ученика, поэтому все поведение и все манеры общаться, он будет брать от того учителя, который для него будет являться этим самым авторитетом. После публичных выступлений молодых специалистов, обсуждения профессиональных тем, в актовом зале восьмой школы провели мастер-классы участники других номинаций – учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Марина Судакова разработала программу «Кукольный театр Петрушка». Ребята от 7 до 10 лет, обучающиеся в Центре детского творчества, под ее руководством придумывают постановки. Сегодня и зрители смогли окунуться в мир искусства театра теней. Жили в самом деле, все сгорели, карусели. Любой сделать трафарент, приклеить палочку и, сделав небольшой экран, придумать свою историю. Для детей это просто очень интересно, потому что у них есть свои герои, которые могут ожить и рассказать историю. И через действия самого героя ребенок может поведать то, что он не скажет ни родителю, ни педагогу. Два мотора и компьютер. Этих роботов собрали ребята Центра технического творчества на уроке робототехники. Как увлечь детей заниматься сложной наукой, наглядно показал педагог дополнительного образования Анатолий Штригель. Дети вчера на открытом уроке собрали роботов. Мы их и принесли. Просто хотелось устроить соревнования. Мы на уроках часто используем соревновательный момент, чтобы детей стимулировать создание и совершенствование роботов. По итогам конкурсных испытаний будут объявлены победители в своих номинациях и 26 февраля в торжественной обстановке в городском Доме культуры. Альмира Новоселова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова